Чтобы найти неизвестные ножки, надо произведение разделить на неизвестные ножки. Произведение 21 будем делить на сколько? На 7 и получим 3. Пригодилась таблица у ножей. Все ли вам понятно, ребята? Да! А теперь соединяем ложки, ладошки и коленки. Раз. Коленки. Сосерские коленки. Малосты. Два. Три. Четыре. Раз. Узнали мы, как и многие учителя, из федеральных каналов, из средств массовой информации. По этой программе много говорили по телевидению. Сам президент озвучил приоритеты проекта образования. Как решила? Так же, как, наверное, и многие учителя. Немножко решимости, немножко авантюры, ну и смелости подняться с одного нажитого места на другое. Когда мы хотим что-то в своей жизни кардинально поменять, естественно, мы эти шаги делаем. Так и вот, у меня тоже, ну, решила поменять свои жизни немножечко, но так получилось, что переехала практически в соседнюю область. Подавала я заявку в несколько регионов, двух я одержала победу. А ваша область понравилась чем? Во-первых, территориально было близко ехать, я приехала сюда со своими детьми, мне было проще до сюда добраться. Ну и условия работы, которые мне здесь предложили, меня более устроили. У меня шесть детей, мальчишки взрослые, один учится в Калининграде, второй поступил в Пермь в этом году. А вот, ну, мальчишки уехали, с девочками мы, ну, как-то вот так получилось, что чисто по-женски, по-девчачьи собрались и уехали. Девочки мои учатся в этой же школе, во втором, в четвертом и в восьмом классе. У меня тут три девочки. Одна девочка ходит в детский сад, в поселок Чопсаре, детский сад Антошка. Ну, пока все довольны, все радостные. Муж в ближайшее время обещает к нам присоединиться, так что ждем папу. Устроились хорошо, но жилье пока снимаем. Я ехала сюда не за миллионом, если честно, ехала сюда за нагрузку. Нагрузку здесь дали хорошую, зарплате я, естественно, выиграю. Миллион, конечно, потрачу на детей. Детям надо образование, на образование детей. Коллектив педагогический меня принял очень хорошо. Я не ожидала, что, ну, прям такая острая потребность была в кадрах. Она действительно здесь острая проблема. Коллектив сделал все, чтобы мне здесь понравилось. Приняли радужно, с распростертыми объятиями. Родители встретили аплодисментами, что не может не радовать. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, семь, семь, восемь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Понятно, это будет самая хорошая. И лопаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Программа «Земский учитель» предусматривает единовременную денежную компенсацию в размере миллиона рублей тем педагогам, которые переедут или приедут на работу в село или поселок городского типа или город с населением менее 50 тысяч человек. Понятна задача этой программы. Во-первых, поднять престиж учителя. Это очень важно сегодня. В первую очередь, сельского учителя. Второе, это обеспечить высокий уровень образования, но и непосредственно обеспечить кадрами наши школы, образовательные учреждения. И давайте, ребята, сегодня сами повторим принципы умножения. Мы сейчас с вами вспомнили все компоненты умножения. Давайте вернемся к первому примеру. Отступим три клеточки, в четвертой поставим точку, у нас будет второй столбик. Потребность есть. У нас в школах сегодня более 300 вакансий, поэтому программа будет продолжаться, и в декабре уже можно будет подавать заявки вновь на данный конкурс. Сейчас договоры с конкурсантами в стадии заключения, но до первого ноября все они уже получат по своему одному миллиону. Радуют перспективы, что желают, чтобы мы тут остались, остались работать. Ну, конечно, уже начинаю привыкать к детям. Они, надеюсь, меня тоже полюбят. Ну, как бы это детская любовь дорого стоит. Так что я думаю, у нас все получится. Продолжение следует...